Ну вот вопрос такой еще. На сегодняшний день связи убыхов с их родственниками в Турции, они какую-то активность проявляют, то есть развиваются или это такие-то точечные моменты отдельных семей. То есть они между собой общаются как-то? Вы сказали все. Естественно общаются. Есть активная есть репатрианты, которые вернулись, но их очень мало из Турции. Дело все в том, что до нынешнего времени, только сейчас немножко стало легче убыхом в Турции, до того, что времени, когда сейчас как бы Турция взяла ориентацию на Европу, и они во многих вопросах немножко пар поубавили. Да, но до этого, в протяжении последних, со времени прихода власти Кемалия Татюрка, положение убыхов в Турции было крайне прижатое. Почему? То есть у нас в это время все народы спокойно имели право разговаривать на своем языке. А вот ситуация после возникновения кемализма привела к тому, что они не могли разговаривать даже на улицах. То есть если два убыха между собой говорили на своем языке, не только убыха и остальные народы, они сразу могли подвернуться очень серьезным проблемам. То есть как говорится, Турция пошла по пути мононациональной модели. У нас же наоборот, они все как бы, кто имел возможность и желание, все разговаривали между собой и это приветствовалось. И когда мы говорим о этих аспектах, хочется разговаривать только с точки зрения справедливости. Справедливость какая? Да, Российская империя пришла на Кавказ весьма с военными мотивами. Но, тем не менее, сохранившиеся здесь народы, и это факт, имеют свою государственность в виде республик, имеют свои институты гуманитарных исследований, институты своей культуры, имеют коллективы, театры, университеты, флаг и практически большинство атрибутов государственности. А государственность подтверждает и национальный аспект сохранности. Ничего этого нету и не только в Турции. В странах, куда выехали представители кавказских народов после Кавказской войны, там им нигде не было создано вот этих вот институтов национального самоопределения. По этой причине сейчас реально потомки убыхов в Турции, они сохранили свое внутреннее в семье понимание. Но наши убыхи, приезжающие туда, на данный момент являются как бы весьма-весьма представителями прогрессивной части сохранившегося народа, которые занимаются активно этим возрождением. Я полагаю, что если бы потомки Берзеков в Турции развели такую бы кипучую деятельность, как Руслан Берзеков создает здесь, то я полагаю, что если у нас существует фонд убых Берзек, в Турции вряд ли такой фонд бы существовало. Во всяком случае, с точки зрения легитимной фиксации, 100% этого не произошло. То есть существует все это, но на уровне именно вот как мы с семьей договорились, вот у нас как бы что-то есть. Ну, кем-клубу в семейном вообще. Да, но государственной регистрации таких организаций не существует. Андрей, напоследок, расскажите, пожалуйста, для подписчиков, на сегодняшний день, какой именно работой вы заняты сейчас, и какие планы в части изучения убыхов у вас, в общем-то, сейчас уже имеются? Ну, мои публикации давно уже находятся на письмоотеке, там можно почитать все это. Планы и задачи. Я бы хотел сразу отсепарировать неправильные трактовки, которые могут возникнуть в этом вопросе. Вопрос освещения фактического положения дел с сохранившимися убыхами, это ни в коем случае не попытка сепарации, разделения кого-то на кого-то. Это не разговор об каких-то наделах. Разговор в данном случае идет о сохранении многоцветия существования культуры. Потому что, в принципе, потомки убыхов в России, в первую очередь в Российской Федерации, они все придерживаются вопроса сохранения именно культуры. То есть это то, что называется по Конституции национально-культурная автономия. Фраза национально-культурная автономия у безграмотных людей, а их у нас очень много, вызывает паническую истерию. Сразу рекомендую поспользоваться системой Яндекс или Гугл и набрать понятие национально-культурной автономии. Это настолько безобидная форма по сравнению с автономиями и республиками, которые существуют, что, прочитав это в подлинном варианте, они поймут, что разговор идет просто общественной организации. У нас в Российской Федерации существует целый ряд национально-культурных автономий. Это поморы севера и так далее, и так далее. То есть это группа людей, которые себя относят к этой культуре и их общность для сохранения сказок, песен, танцев, музыки и так далее, и так далее. Там шевья, там вышивание женщинами и так далее, и так далее. Всяких там индиноциональных костюмов. То есть разговор идет о том, что когда мы списываем на кладбище истории какой-нибудь народ, у нас на пиксельном экране культуры человечества перегорает определенный блок. Знаете, когда мы едем, у нас большой экран стоит на трассе, где идет какая-то реклама. Я очень часто смотрю, блок уже старенький, там здесь квадратиков не хватает, здесь их все больше не хватает. И вот каждый раз, когда у нас исчезают какие-то народы, какие-то культуры, мы скоро будем смотреть наполовину вырезанное все это, понимаете? Или одноцветное. Да, это просто-напросто самоограбление. Ведь давайте возьмем, посмотрим ситуацию, которая у нас находится, ну, скажем так, текстом в США. То есть политика государства сводится к тому, что всем американцы и все. Что? Стало очень весело. Я думаю, что любые представители многонациональных государств не согласятся с этим вопросом. Поэтому то, что сейчас конкретно ведут такие работы, в Сочи создается историко-катнографический сквер, где будет помещен, как бы и сейчас помещается, и работы идут по созданию, вот именно вот передачи в живом восприятии эпохи 19 века. Именно на Сочинском побережье. То есть там будет, оно уже построено, надо запустить, осталась действующая реально от воды мельница убыхская, но она такая же, как и адыгская, такая же, как и абхазская. На Кавказе мельницы все были одинаковые. Вы меня спросите, почему я говорю, это убыхская мельница, но она же находится в убыхе. Она такая же, как на Шахе у шапсугов. Но мы сейчас, мы же делаем это вот на территории улица убыхи, поэтому она называется убыхская мельница. Она передает именно сущность, момент того исторического, который был здесь. Там же небольшое убыхское подворье. Там вещи, кстати, и не только будут убыхские. Но ведь, послушайте, ну давайте почитаем исторический момент, что убыхи все воевали в свое время оружием убыхского производства. Там же была и французская, и английская. Мы передаем эпоху, а не пытаемся создать какой-то стерилизованный вариант понятия убыхов. Вот у вас штаны российского производства? Я думаю, нет. А рубашка? Нет, тоже. А если почитать, что мы, если, к примеру, ну, утрированная, если мы, мы, нечаянно, вы же не становитесь потомком Маут-Загула. Вот поэтому мы передаем ту эпоху, как она была в чистом виде. Там были вещи, ведь не секрет, что кавказские народы гелиактивную торговлю и с Турцией, и с Россией. Поэтому очень много предметов было, ну, я, я сомневаюсь, чтобы адыги закупали гармошки в Турции. Хотя они очень любят гармонию. Ну, из песни слов не выкинешь. Да, согласен. А где она находится, этот тварь от Сочи? Она сейчас в стадии завершения, к началу курортного сезона, будет объявлено, это будет в СМИ. Она находится в историческом сердце города Сочи. Это находится возле храма Архангела Михаила. Там будут отражены аспекты истории и культуры не только самих убыхов, но и, естественно, и переселенцев. Ну, именно всех тех ярких моментов, в хорошем смысле ярких моментов, которые происходили в 19 веке, вот в этом участке сердца города Сочи. Ну, не только в 19 веке. Ну, да, тут уж так получилось, что удалось нам восстановить небольшой фрагмент с соблюдением всех законодательных норм и правил. При восстановлении опорных стен, которые были сделаны, простите меня, ну, условно говоря, судя по торчащим из них ржавым трубам стали проката советского, их делали, ну, условно говоря, в середине 20 века. В эти стены вмуровывали все, что, говорится, было под ногами. Мы в ней нашли большое количество квадрических блоков средневековых. В той крепости средневековой, древней, которую описывал еще и Джеймс Белл. Они взяты не из земли, они взяты не из памятника. Мы просто их извлекли из вот ветхих этих вот строений. То есть мы взяли их на баланс в музее русской географического общества, кстати, который патронирует этот уголок. И теперь, в принципе, аккуратно собрав их для экспозиции, каждый пришедший может в реальном смысле увидеть вот этот древний Сочи, который ходит глубоко-глубоко вглубь веков и тысячелетий. Дольмен там построен, естественно, тоже очень хорошего качества, с использованием большого процента натуральных материалов. Сразу скажу, натуральных материалов, но не от дольменов. То есть там реально прикрытие, это хорошо подобрано, плита песчаника весом более пяти тонн. Потому что такая плита, она впечатляет. И в данном случае мы пытаемся передать просто, сказать, лаконично и главное, что доходчиво для простых людей вот дух вот этого региона, этого места. Ну, естественно, это, как говорится, связано с убыхами, как с тем народом, который проживал здесь в течение столетий. Я вас понял. Ну, по поводу Сочинской крепости, я думаю, мы отдельно поговорим. Там материала много, и это вот относительно новое открытие, которое сейчас, я понимаю, в активной стадии изучения. Последнее слово. Андрей, скажите, на пустырь какой-то подписчикам или может что-то? Те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, возможно, мы не сможем вложиться в эфирное время, но что-то будет сокращено. И во избежание неправильных трактовок того, что здесь обсуждалось, хотим поставить вопрос таким образом. Дело все в том, что и потомки убыхов, которые занимаются сейчас вопросом возрождения своего народа, сохранения его, и вопросы, обсуждаемые о родстве убыхов с адыгами, с абхазами, они носят характер именно не межевого разделения, свой, чужой и так далее, они пытаются подчеркнуть именно культурную общность. И если мы хотим в этой общности поиметь многообразие, и многообразие в хорошем смысле этого слова, культурное, многообразие историческое, мы эти вопросы обсуждаем ни в коем случае, ни с точки зрения какого-то экстремизма. Поскольку народы адыги, убыхи и абхазы, они ведь все представляют между собой одну группу. И, по сути дела, во всех переходных территориях это были смешанные браки, была смешанная культура и так далее. Поэтому разговоры все о, где же проходила граница, это условно-административные, так же, как и территория Большого Сочи. Она ведь нестабильна, она разделялась между Туапсой и Сочи гуляла. Поэтому было бы крайне важно, чтобы вот этот репортаж, это обсуждение не было трактовано как какие-то националистические фейки, какие-то попытки что-то с кого-то, с кого-то с кем-то отделить и поставить их на раздел. Ни в коем случае вопрос убыхской не касается во всех аспектах оговоренных вопросов, каких-то территориальных претензий, каких-то разделов и прочее-прочее. Мы пытаемся просто-напросто попытаться сохранить и не загасить вот тот маленький культурный очаг, который пока еще существует. Все. Спасибо вам за содержательное интервью. Надеюсь, это не последнее. Будем чаще встречаться, стараться, чтобы, как говорится, эту тему, она более просвещает, в общем-то, людей этой теме, более глубоко погружаться в ее понимание. Для простого, в общем-то. Михаил, спасибо вам также. Я думаю, мы постараемся какую-то тему выбрать, чтобы вы побольше сказали, тоже в следующий раз. В общем, подумаем, что можно сказать. У нас широкий спектр. Ну, я думаю, на этом пока все. Работы какие-то определенные я предоставлю в описании к ролику. Можно будет посмотреть все материалы, ознакомиться с первоисточниками, с научными работами. Ну, и, в общем-то, оставляйте ваши комментарии. Пишите, что будет интересно. Мы, в общем-то, соберем вопросы, обсудим еще при следующих встречах. До новых встреч и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok